Перзаев! Ты слышал о бригаде Бриха? Такие, как ты там служил. Нах! Дай дорогу! Ну, пошла. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь и помни. Ведьмоки задаром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел и я скользил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке? А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь стоит осмотреться повнимательней... Стрела... Об этом он не упоминал... Прямо в шею... Хороший выстрел... Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью... Или он врет... Что, драться раскателось? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Должны быть о работе, коробке говорил... Заляпаны кровью... Человеческой... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 почему бы нет грифон не убежит а вот собаки могут так что ступайте осторожнее давно у вас неприятности с этими псами с начала войны как солдаты через деревню идут бабу изнасилуют да задушат мужика убьют для забавы корову на мясо а дворнягу даже чтоб пнут походя избиваются эти шавки в стаи холодные исхудавшие все в струбья поздно не уже на кого-то напали дитер знаешь его мы вместе служили у помещика там где сейчас войско стоит он был конюшем и охотником при парень и это было до того давно это было до того как что до того как меня выгнали из деревни что ты такого сделал ничего я выродок простите не хочу я об этом говорить не настаиваю и что покажешь где нашел нельбеарцев ты знаешь что-нибудь об этом грифон немного это зверь не для меня зато ты для него в самый раз поэтому полюбопытство бы я по лесу тихо хожу так что даже грифон не приметен это здесь один лежал там у пенька без головы 2 висел на ветке кишки у него свисали аж до берегите себя я справлюсь это не первый грифон с которым я имею дело и вероятно не последний хорошо если так будьте здоровы земля черная от запекшейся крови нельбеарцы здесь что-то отмечали но грифон их прервал лагерь следы давнишние они глубже солдаты в доспехах наверное нельбеарцы где у него есть черная отмечали сверху сверху б сверху 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 Продолжение следует... Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось Тело пролежало несколько недель Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес И долго умирал Кости Коровьи, собачьи, человеческие Останки за несколько месяцев Самка Личинки в ранах уже вылупились Значит, она мертва по крайней мере неделю Выходит, второй Грифон-самец Глубокие колотые раны по всему телу А на когтях и клюве не следа крови Она не защищалась Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала Края клюва стерты в подшерстке седые волосы Ей было лет 10-12 Грифона находит пару в молодости Значит, самец примерно того же возраста Жесткая ость Густое оперение Королевский Грифон Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу А потом начал рыскать по всей округе Сожгли Это мог сделать только человек Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу Как это было? Так ахахахахахахахахахаххов Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрод ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это всё, что я могу для неё сделать. Это Грифон её подрал? Лину? Да. Напал, когда она шла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые, известные, из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она всё равно умрёт. Кровь у неё под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она всё равно умрёт. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдёт не так, вся деревня будет слышать её вой. Понимаю. Делай как знаешь. Здесь, в округе, растёт крушина? Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если её вынуть из воды... Будет вонять хуже падали? Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... Как-то там ещё. А, приятно знать, что чёрные от всего сердца заботятся о нашем благе. Нильфгаард ценит одно порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провёл всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал всё, что мог. Ра возвращаться к Весемиру. О! 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 разнесет запах приманки на всю округу теперь остается только ждать пойдем-ка в тенек между березами слушай что ты будешь делать когда мы найдем венефер тебя есть какой-нибудь контракт на примете нет я еду в каэр морхен рановато для зимовки да до снега еще далеко и это меня беспокоит похоже на востоке не лифгард уже перешел понтер значит они в неделе пути от каэр морхена если они попадут в долину прежде чем снег закроет перевалы надо уничтожить все следы спрятать наши тропинки а что до зимовки ты приедешь в этом году может быть и возможно не один он где-то рядом арбалет выиграю его в карты пока тебя дожидался вдруг пригодится ведьмак с арбалетом предлагаешь нарушить традицию ну хватит разговоров надо грифоном заниматься а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в Карчме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА